Всем привет! Добро пожаловать в осенний выпуск о моих бюджетных фаворитах! Это не просто доступное средство, это не просто аналоги люкса, это действительно то, чем я с удовольствием пользуюсь, что по качеству не уступает более дорогим средствам и что дает потрясающий эффект на нашем лице. Давайте я не буду затягивать и поскорее познакомлю вас с этими жемчужинами в мире бюджетной косметики. Первое, о чем мы с вами поговорим, это палетка для осенних, повседневных, спокойных и супер простых макияжей. Я покупала эту палетку в середине лета, попробовала достаточное количество раз, чтобы понять, чего от нее можно добиться, а чего ожидать не стоит. Это палетка от Catrice под названием Next Gen Nudes. У них есть еще и вторая в более теплой гамме, но я как-то подустала от таких оттенков, и как только наступает более прохладное время года, мне хочется холодных оттенков и в макияже, и в одежде. Я думаю, что по мне сегодня заметно, и в связи с этим эта палетка сейчас стала для меня просто супер актуальной. Здесь у нас 14 оттенков теней. Кстати, я советую покупать ее в каких-то более адекватных сетях, чем приобрела ее я, или искать где-то онлайн, потому что в Польше очень часто сетевые магазины накручивают цену до небес, а потом регулярно делают скидки минус 50, минус 40%, но в принципе у нее такая нормальная цена, которая вписывается в ценовую политику марки Catrice. Здесь у нас есть как матовые оттенки, так и сатиновые, и также шиммерные. Еще два интересных рефила теней, которые привлекают очень многих пользователей косметики, потому что это прямая отсылка к Худи Бьюти, потому что она была первой, кто выпустил такие тени. О них мы поговорим чуточку позже. Смотрите, в целом с этой палеткой ситуация такая. Если вы также, как я, любите нежные макияжи, которые подчеркивают внешность, которые немножечко освежают, которые помогают скорректировать форму глаз, где-то добавить глубину оттенка, где-то подчеркнуть насыщенность цвета ваших глаз, это ваш вариант. Если вам нужен супер пигмент, если вы хотите черный интенсивный цвет, глубокий, насыщенный, шоколадный, в этой палетке они не представлены. То есть те цвета, которые вы видите здесь, особенно вот эти темные, они передаются всего лишь легкой дымкой. Для меня это наоборот плюс. Также сияющие оттенки стоит наносить исключительно пальцем, потому что кистью может получиться полная ерунда, и тени останутся под глазами. Вот эти вот тени, которые я вспомнила, двухцветные, они неоднородные по текстуре, когда набираешь на палец. Но я, опять же, аппликативными движениями наношу их на веко, и у меня все ложится ровно. Сегодня я тут намешала кое-чего, и каждый раз получается красиво. Еще мне очень нравятся матовые тени под названием Love, такая пыльная роза, но все-таки она видна в макияже. Несмотря на то, что она чуточку ярче, чем все остальные оттенки из этой палетки, она добавляет некую изюминку макияжу. Если добавить чуть-чуть, даже граммульку в повседневный макияж, в офис, на работу, куда-то на учебу, то это придаст какой-то такой интересный трендовый акцент, не будет смотреться вульгарно, не будет бросаться в глаза и как-то не будет смотреться неуместно. Но, тем не менее, ваш макияж заиграет какими-то новыми красками и станет еще более интересным. Мне эта палетка нравится очень-очень сильно. Просто я обязана была озвучить какие-то моменты, чтобы любители ярких, насыщенных макияжей не обиделись на марку Catrice. И также эти тени пылят. Но многие, даже люксовые, супердорогие тени пылят, и ничего страшного в этом нет. И даже когда я, например, с тоном и потом уже крашу глаза, у меня нет никаких сложностей, какой-то грязи под глазами. Поэтому мне кажется, что с этой палеткой справится даже новичок. И я очень рада, что наконец-то бренды начали выпускать не только рыжие палетки теней. Дальше у нас марка Essence, которая спокойно может посоперничать с брендом MAC в категории матовых румян. Очень мне понравился оттенок 40. Сейчас, если крашусь, практически всегда использую этот цвет. Вот они и впервые в мир, и к каждому макияжу. И это настолько приятная текстура. Они не пятнят, они так плавно наносятся, как будто ставят такую завершающую точку над И в макияже. Даже когда я не знаю, какие я буду использовать тени, какая будет помада. Эти румяна просто ко всему. И, видимо, под впечатлением от этих румян я отправилась к стенду Essence и купила еще одни в номере 40. Это уже не матовые румяна, а, как мне кажется, более сатиновые. Но они без отблеска какого-то вот сияющего. Они не подчеркивают текстуру. Они супер бархатистые, и это такой красивый ягодный оттенок. И ложатся они полупрозрачным слоем, поэтому вы не пугаетесь такого цвета. Вы можете их наслоить. Если вы после лета более загорелые, если вы любите автозагар, и многие румяна на вас не видны, то обратите внимание на эти. Они по качеству настолько классные. Никогда не скажу, что это бюджетные средства на лице. Они такие немиловидные, они не ложатся отдельным слоем, а красиво вполировываются в кожу. Я в восторге. Эти румяны теперь поселились в моей косметичке. Тональный крем и база под макияж от марки Belle. Во-первых, во всей этой линейке там еще есть консилер и что-то еще, чего я не приобрела. Но, в общем, не суть. В каждом этом средстве содержится экстракт семян конопли. Мало того, тональный крем защищает нас от синего света, который излучают все гаджеты и также компьютер. А база, такого я нигде не встречала. А база называется антисмог. Она должна защищать нас от разрушающего нашу кожу, ее защитный барьер, воздействия окружающей среды, от смога. Знаете ли, при жизни в Кракове очень даже актуальный момент. А здесь присутствуют и морские минералы, и экстракт красных водорослей, и сок алоэ вера. Ну, а теперь давайте на деле, как это все работает. База является неким слоем между кожей и тональным кремом, причем ощутимым слоем, который в хорошем смысле слова помогает нам получше распределить и получше прикрепить, приклеить тональный крем, чтобы это все ложилось более гладко. И особенно эта база понравится тем, у кого обезвоженная кожа, у кого сухая кожа, кому недостаточно углажнения конкретно от этого тона или от любого другого. Эта база ощущается на коже, если вы не любите это все. Мне вот нравится чуть-чуть приодеть свою кожу, когда холодно, приукрыть таким косметическим одеялом, чтобы она не обветривалась, не замерзала. И тогда у меня меньше проблем с ней, она меньше шелушится, меньше теряет собственную влагу и, соответственно, меньше прыщей и всего остального, и не так быстро состарюсь. Но это не точно. В общем, база на любителя. Я такое люблю использовать, особенно в холодное время года. Летом не супер комфортно с ней, то есть, как бы могла бы обойтись без нее. Я не заметила, чтобы эта база как-то удерживала тональный крем. С остальными она работает хорошо, но есть и другие уходовые сыворотки, которые могут сделать то же самое. Поэтому надо, не надо решать вам. Но, в принципе, это средство мне понравилось, особенно в дуэте с этим тоном. Тональный крем, вот это, пожалуйста, запомните. Если вы ищете легкий, естественно выглядящий тональный крем на каждый день, я могу использовать его даже для съемок, когда нет каких-то покраснений, каких-то несовершенств, постакне и так далее. То есть, это тональный крем, который классно подойдет тем, кто не ищет супер плотного покрытия, кто любит такой полуматовый финиш. Этот тональный крем у меня в третьем оттенке, то есть, и не слишком темный, и есть также посветлее в этой линейке. И мне нравится то, что у них красивые человеческие цвета, то есть, не слишком розовые, и не какие-то явно оранжевые, а прям вот хорошая цветовая палитра. Также этот тон дает дополнительное увлажнение, и я не замечала, чтобы в течение дня он меня как-то, вы знаете, раздражал, чтобы он доставлял мне какой-то дискомфорт. Он может сесть в складочках, которые есть на лице, если много улыбаемся, если активная мимика, то стоит его припудрить, но даже без пудры мне с ним хорошо. В конце дня он ведет себя прилично, он не стирается пятнами. На жирной коже он может немножко, не то чтобы уплывать, ну просто это не суперстойкое тональное средство, имейте это в виду, но на каждый день для такого фреш-макияжа, для того, чтобы сделать оттенок кожи, тон кожи более равномерным, чтобы этот тон не пересушивал, чтобы он, ну просто, знаете, как делал вашу кожу лучшей версией ее. Вот, это все, что я могу сказать об этом тоне, для меня это отменный вариант, также на холодное время года. И вот, думаю, с чем можно сравнить этот тон из всех, даже люксовых тональных основ, я понимаю, что эта формула очень удачная и среди дорогих не припоминаю чего-то такого, что и давало бы увлажнение, и при этом немножко застывало в такой полумат, поэтому я вдвойне счастлива, так как мне удалось найти классный тональный крем, при этом недорогой. Интересно, есть ли здесь такие же любители-любительницы кремовых хайлайтеров, как я? Мне очень нравится, как это сливается с кожей, это не так сильно подчеркивает текстуру, это как-то красивее, как мне кажется, более натурально сияет, как будто у нас такая очень ухоженная кожа, которая светится красивым лоском, здоровым именно. Да, конечно, я не видела, чтобы кожа после какой-то маски или супердорогой сыворотки так сияла, но все равно подсвечиваешь кремовым хайлайтером определенные зоны, это прям так вкусно. Эту кожу аж хочется так потрогать. Можно наносить и на плечи, и на декольте, немного добавить в ваш лосьон для тела, в какой-то крем, баттер, куда угодно. Ну и, конечно же, мы используем такое средство в макияже. Если вы внимательно посмотрите все мои сборы на какие-то свадьбы, на какие-то торжества, чаще всего я использую кремовый или даже правильнее будет сказать жидкий хайлайтер поверх еще влажного тона, и даже когда закрепляешь его тонкой вуалью пудрой, все равно это сияние просвечивается, и это супер красиво выглядит на коже, поэтому я всегда больше за жидкий хайлайтер. Кстати, если у вас не супер ровный рельеф, то попробуйте использовать именно такого плана хайлайтера, сейчас я имею в виду какие-то возрастные проявления или закрытые комедоны, а праздник-то на носу и хочется добавить какого-то сияния, попробуйте использовать вот эти, иногда даже под тональный крем, или можно подмешивать в тональный. Короче, вариантов использования есть масса. У меня в руках миниатюра, которая очень долго со мной, это Бекка, и я не видела больше этих, по-моему, это даже была жидкая сияющая база, я не видела их у нас больше в продаже, сейчас у них появились такие металлические, для меня это чересчур вот, нет, это уже другой вид макияжа. Эту малютку я чаще всего вожу с собой в какие-то путешествия, и мне хотелось полноразмерный формат, когда я поняла, что мне его больше не найти, я начала рассматривать новинки. Я увидела, что тестер этого средства в Сифоре прям вообще до конца выдавлен, ничего не было, нельзя было посмотчить, думаю, наверное, это популярное средство, возьму-ка я. И я попала просто в яблочко. Это средство представлено всего лишь в одном оттенке, но он очень универсальный, потому что нельзя сказать, что он теплый, он не золотистый и не супер розовый, вот в нем как-то замешано все, и это говорит о том, что он подойдет максимальному количеству людей и оттенков кожи. Но если у вас супер загорелая мулатка, то, наверное, придется его хорошо растушевать, а всем остальным такое надо. Это, это вообще, девчонки, я вот наношу его и просто сразу такой лифтинг, такое свечение кожи, когда ты смотришь прямо, это незаметно, когда ты поворачиваешься, даже продавщица овощей спросила меня, а что это такое у вас на лице красивое, какой пудрой вы пользуетесь? Ну, то есть даже люди, которые не интересуются макияжем, обращают внимание на качество, наверное, вашей кожи. То есть это поможет обмануть всех и заставить думать, что вы настолько круто ухаживаете за кожей. Причем это, знаете, жидкий хайлайтер, который застывает. Если прям сильно под микроскопом смотреть, то здесь есть какие-то микро-мини частички, но это прям сильно нужно всматриваться, у меня такого зрения нет, поэтому для меня это просто гладкая такая отражающая свет поверхность. Я обожаю и здесь промышленный формат 25 мл, то есть можно мазать что угодно. И так, как я вам говорила, добавлять везде, если вы любите такое свечение. А если не любите, то попробуйте, я уверена, что вам также понравится. Пожалуй, самым сложно заменимым средством моей косметички является пудра, которую я наношу для того, чтобы зафиксировать консилер под глазами или даже на всю Т-зону. Я уже не первый год пользуюсь вот этой пудрой от Too Faced, я покупала ее дважды. Я не знаю, почему я единственная на YouTube, кто говорит об этом средстве, потому что для меня оно уникально. Это прозрачная пудра, которая в баночке выглядит чуть-чуть желтой, но на самом деле она совершенно бесцветная на лице. Она так хорошо усаживает консилер, она предотвращает его скатывание, она не пересушивает область под глазами, при этом она немного матирует, причем настолько, что удерживает макияж даже на более жирной коже. Я пробовала на своих подругах. И также она как бы визуально отражает свет, но при этом здесь нет никаких блестяшек. Но я всегда с удовольствием пробую что-то новое. А вдруг? И этим, а вдруг, стали целых две пудры. Первая от марки Wet n Wild. Я использовала ее в последней собиралке на свадьбу. И не зря, потому что это пудра, которая визуально настолько круто разглаживает область под глазами. Она больше матирует, чем Too Faced. Она чуть более, хоть и написано, что она прозрачная, но на самом деле она чуть-чуть дает желтый оттенок. Мне это нравится. Я всегда выбираю чуть-чуть желтоватые консилеры и ближе к цвету кожи, нежели что-то такое супер высветляющее. У меня такой эффект светлого треугольника под глазами как-то старит. Поэтому я выбираю чуть другую стратегию. Эта пудра, вот не хочется говорить намертво, фиксирует консилер. Звучит не очень привлекательно. Надежно. Вот. Усаживает консилер, предотвращает скатывание, также очень красиво выглаживает, подсвечивает кожу. Опять же, она не блестит, но просто за счет такого оттенка я наношу ее на центр лица, и тогда и матовая кожа, и макияж долго держится, и при этом скрыты все поры, под глазами нет никаких морщинок. Под глаза не борщите, много не наносите, она и так справится со всем. Стоит копейки, но при этом отрабатывает каждый потраченный на нее цент. Не помню, сказала или нет, я покупала на iHerb. И вторая пудра, которая наделала столько шума в Польше, это марка Poese. Пудра Вуаль, которая как раз предназначена для области под глазами, но я также наношу ее на Т-зону. Это уже полностью прозрачная пудра, и если использовать много, то вот она может не то, чтобы выбеливать, но она, наверное, будет супер классно смотреться на более светлой коже. Я же наношу вот как облачко, тогда хорошо. И это очень матирующая пудра, то есть ее нужно микро-микрограмм, чтобы зафиксировать консилер под глазами. Я использовала и более увлажняющие, такие жирненькие, со всеми, вот такой результат. Не зря ее так многие хвалят. Если сравнивать вот эти две, то Wet n Wild она более разглаживающая, поэзо более матирующая, и также вот обе заявлены как прозрачные, но тем не менее, настоящая прозрачная это поэзо, а Wet n Wild она как бы делает светокоррекцию, что-то в этом духе. Если вы супер светлая девушка, то я отдала бы предпочтение Пайза. Интересно, кто догадался, что я буду говорить об этом блеске от марки Evelyn? Но в последнее время он меня просто влюбил в себя. Я где-то видела упоминания у польских блогеров. Зашла в магазин и стояла, крутила, вертела. Думаю, ладно, возьму. Такой не самый темный, они там есть разных цветов. И, кстати, я и второй раз пришла туда, в магазин, и как-то вот не выбрала, запал мне в душу именно четвертый оттенок. Наверное, нужно приобрести остальные, чтобы понять, они такие же, или, возможно, есть еще какие-то интересные цвета. Что это за чудо такое? Эта вещь выглядит на губах как нечто такое, что вы видите в Инстаграме, что вы видите на моделях, вот этих красивых макияжах. Шарлотт Тилбери часто использует такой блеск топпер поверх помад, поверх карандаша. И тогда губы становятся настолько сочными, настолько вот визуально даже больше, потому что это не просто оттеночный блеск. Здесь есть мелкие золотистые частички, которые на губах не видны. Но это как-то вот настолько красиво, трендово смотрится на губах. И иногда этот блеск я использую без ничего, но круче всего он выглядит с каким-нибудь чуть темнее карандашом. Давайте сейчас накрашу, чтобы вы поняли, о чем идет речь. Очень приятная текстура, удобный аппликатор, классная душка. И также написано, что это лип максимайзер с перцем. Ну, есть какое-то легкое покалывание на протяжении 30 секунд, но это прям лайтовый вариант, поэтому не пугайтесь, кому это не нравится. Если вы любите такое ух, то не стоит ждать чего-то такого от этого блеска. Просто классная бальзама, блеска помады на каждый день или в качестве топера. В общем, я использую по-разному. И обожаю, обожаю. Следующая это помада от Catrice. Если помните, я была в восторге от такой сливочной помады от L'Ore Mercier. Причем она слегка даже гелевая, можно сказать, потому что у нее не слишком плотная пигментация, она не полностью покрывает губы. То есть это как и бальзама, помада с очень красивыми цветами. И я пошла к стенду Catrice, рассматривала там всякое разное, смотрю, что за помада. Кстати, когда я показала ее в инстаграме, многие сказали, что вау, это очень классная линейка, это нестойкие помады для губ. Но мне кажется, что в холодное время года как раз вот что-то увлажняющее, что-то, что подчеркнет ваш цвет губ или наоборот придаст какой-то оттенок поярче. Это самое то. Я очень люблю такого плана средства. И я выбрала себе оттенок под названием 30. Вообще-то у меня было несколько. Самый светлый там, красивый, холодный нюд. 40-й, насколько я помню, я где-то даже сфотографировала. Это прям как Лора Мерсье. Мне захотелось чего-то чуть-чуть другого. И на осень оттенок номер 30 очень красивый. Написано, что это как раз придающая объем губам за счет вот такой текстуры своей. Гелевая помада. Очень-очень приятная. Она классно скользит. Она пахнет нежной ванилью и дает красивый оттенок. Вот цветовая палитра у них удалась. И каждый оттенок, который я крутила, вертела в руках, был вот продуманным, который подойдет очень многим девушкам. Поэтому даже онлайн советую присмотреться. И это такой более темный нюд, оттенок 30, а что-то понасыщеннее, такое вкусное ягодное в номере 40. Я думаю, что я все-таки докуплю еще несколько. Потому что я люблю положить такую помаду куда-то в свою сумочку и даже на бегу подкраситься. Или когда, например, устаю от матовой, то поверх добавить для комфорта, для какого-то другого финиша. И просто, знаете, помада, которая всегда под рукой, которая всегда ко всему подходит. Я решила также обновить свой бронзер от марки Эволайн. Я пользовалась оттенком номер 2. И он такой сияющий, прям бронзовый-бронзовый. Красиво подчеркивает оттенок загара, или когда хотелось добавить чего-то такого нарядного в свой макияж, например, праздничный. Я использовала его, и я даже как-то не присматривалась к оттенку 0.1. А он еще более красивый, он меньше подчеркивает текстуру. Это запеченный бронзер, который не ржит на лице. У него спокойный, холодноватый оттенок коричневого цвета. Если вы думаете, что это невозможно, то идите к стенду Эволайн, выбирайте. Очень красивый. И вот я сравнивала с прошлой своей версией. Там нет никакой дужки, возможно, он выветрился со временем. Но этот пахнет чуть-чуть чем-то кокосово-ананасовым. Прикольная дужка, которая не бьет в нос, которая не раздражает. Я не очень люблю пахнущую косметику, но это прям такая летняя нотка, которая ощутима вот когда прям аж так внюхиваешься. Но кто любит, когда есть какие-то ароматы, то вы зацените. Тонко, приятненько, все как надо. И главное то, что он не ложится пятнами. Оттенок супер красивый. Даже на бледненьких девочках будет смотреться красиво. И это бронзер, который спокойно мне заменит заканчивающийся бронзер от марки Бекка в оттенке Бали, что-то там Бали. Красивый. И вот этот чуть более холодный. Хотя я всегда думала, что Бекка нейтральный. А этот, ну вот как-то он и контурирует, и подчеркивает оттенок загара. Вот он на каждый день не слишком сияющий, он больше как бы сатиновый и не подчеркивает так сильную текстуру. И сегодня он тоже на мне. Вы видели, что на свадьбу я им пользовалась. И вообще довольно часто его упоминаю, потому что он мне нравится. Так, так, так. Это прям, как знаете, слиток золота и тоже некая отсылка к Бекке. Я увидела, что осталась всего одна такая палетка от Essence. Я думаю, мне тоже такое обязательно нужно попробовать. И потом увидела, что есть очень много классных отзывов в сети на палетку от Essence. Это палетка хайлайтеров. Между прочим, я как-то советовала вам хайлайтеры от Catrice. Они вот такие. Эти тоже мне понравились. Они супер сияющие. Это прессованные хайлайтеры в трех оттенках. И они такие мягкие. Они такие аж как полукремовые. Красивая упаковка на самом деле. Очень стильно выглядит. Этим приятно пользоваться. Нет какой-то отсылки к бюджетному средству. Знаете, что просто непонятно, во что упаковано. Непонятно, какая текстура, какая душка. Ну ладно, закрыв глаза, можно представить, что это люкс. Нет, вот берешь в руки и кайфуешь. Классно, мне нравится. И, кстати, хайлайтеры, несмотря на то, что один такой чуть более темный, все они красиво выглядят на коже. Независимо от того, насколько вы загорелы. Можно смешивать сразу три. Один с такой золотистой ноткой, лимонной даже, можно сказать. Второй с розовинкой. И третий как очень-очень светлое розовое золото. Наверное, так. Но это прям вот, если описывать не просто как ванильный хайлайтер, но можно все смешать, и тогда получится универсальный светлый хайлайтер. И мне нравится наносить какой-то такой кисточкой, которая полировывает хайлайтер в кожу. Но они такие довольно гладенькие из-за своей текстуры. Я не вижу здесь ни единой блески. И да, это удачные бюджетные хайлайтеры. И хватит, наверное, на века. Еще и внучкам своим передадите, потому что три хайлайтера это вам не шуточка. Но вообще прессованные средства я использую дольше, чем заявлено производителем. Если они не меняют свой цвет, свою текстуру, отдушку, то я всегда так тихонечко пользуюсь дальше. А теперь в нашей с вами подборке настоящий лип максимайзер. Только подешевле. И тем более, я не знаю, как в вашей сифоре, вот, кстати, в нашей часто проходят акции или минус 20%, или 3% по цене 2%. Вот. И тогда я стараюсь что-то такое прикупить. И это очень классная линейка блесков, собственно, от сифоры. У них там есть разные цвета, и многие из них удачные. Но я взяла, наверное, один из самых популярных. У визажистов часто он фигурирует. Оттенок 1. Такой молочно-розоватый. Ну, на деле, это просто очень классный, увлажняющий, ментоловый блеск, который мы наносим поверх, опять же, каких-то помад, который увлажняет губы. Можно перед макияжем, можно во время макияжа, и можно поверх какой-то помады, если вы хотите получить, например, лак для губ, какой-то оттеночный. Тогда матовая помада, вот эта, и получится у вас такая красивая, сочная помада на губах. Для меня это средство, которое тоже всегда под рукой намазало, чтобы губы были постоянно улажнены, защищены от пересыхания, от каких-то корочек на губах. Поэтому, да, вы знаете, что у меня такие средства всегда уходят на ура. По сравнению с настоящим, оригинальным, первым лип-максимайзером, вот это улажняет лучше. Поэтому дешево и лучше. Да. Еще один буквально отголосок прошлого, но у нас раньше не было такого оттенка, теней от марки Maybelline это раз, а во-вторых, у нас значительно снизили на них цену, поэтому еще раз напоминаю вам о том, что есть вот такие замечательные продукты в ассортименте Maybelline. Кстати, что вы покупаете от Maybelline? Раньше все о них говорили, а сейчас я как-то даже не знаю. Поэтому поделитесь, чтобы я знала, что у них купить достойного, чтобы мы с вами вместе это обсудили. Я же в первую очередь купила кремово-гелевые тени в оттенке Socialize. Кстати, нет никакого номерка, но я думаю, что везде они называются одинаково. Это очень красивый, нежно-розовый, даже как розовое золото, приятнейшие по текстуре кремово-гелевые тени, которые, опять же, могут служить нам подложкой или же могут быть самостоятельными тенями. Я помню, что вот эти тени очень хорошо держались у меня без ничего. У меня прям было несколько любимых оттенков. Это On and On Bronze, это какой-то там был Camel, что-то. Он потом у меня засох, и я где-то покупала его повторно. А что с ним случилось? Вот видите, сейчас что-то вообще о них призабыла. А я так посмотрела, есть очень красивые цвета. И вот этот, пожалуй, один из самых универсальных, такой освежающий. С ними макияж получается как в стиле Victoria's Secret, как в стиле этой Charlotte Tilbury. И да, я как-то даже передумала покупать новинку от Charlotte Tilbury, потому что решила, что у меня есть эти, и по цвету мне показалось, что они один к одному, поэтому не вижу смысла тратиться. Ну и давайте, наверное, в конце покажу вам пигмент. Он не самый прям бюджетный, но пигменты бывают очень-очень дорогими. Я как-то немножко стесняюсь вам показываться с такими макияжами и красить их на публику. Не знаю, наверное, потому что большинство ассоциирует меня с нюдом. Но иногда, когда я, например, одеваюсь во что-то темное или во что-то серое, мне иногда по настроению хочется добавить чего-то такого интересного. И мне кажется, что с моим таким серо-зеленым, да, у меня вообще не голубые глаза, хотя многие считают, что голубые, но ладно. Мне кажется, что мне идет именно зеленый оттенок макияжа, также оливковый, и это пигмент от марки Аффект. Это польский бренд, я также пользуюсь их прессованными тенями, они однушки продают, и это их линейка знаменитых пигментов. Такая пигментация, такая насыщенность, если вы посмотрите сводчи в интернете, вы обалдеете. Это зеленый пигмент хамелеон, который отдает и золотинкой, и что-то голубое в нем есть, и это так красиво на глазах. если вы любите что-то такое в макияже, у них есть разные оттенки, и сиреневые, с разными переливами, и какие-то розовато-фиолетово-золотистые, ну короче, там сумасшедшая гамма, мне же захотелось вот такой пигмент, и я помню, что я заказывала его на Lady Makeup еще прошлой осенью, и все забывала вам показать, это будет просто изумруд в вашей косметичке, и перед праздниками тоже советую поинтересоваться вот этими пигментами, потому что это настоящая украшалочка каждого макияжа, я знаю, что их наносят на глиттерную базу, точнее глиттер праймер от NYX или от Too Faced, но я даже на кремовые тени их клеила, на базу от Luxe Visage, и всегда было хорошо, но цвета там, вау! Ну а на сегодня у нас все, кстати, будет целых два отдельных видео о бюджетном уходе, поэтому, как видите, я тут тестирую, не покладая рук. На этом у меня все, не забывайте поставить пальчик вверх, если вы любите такие видео, если вам понравилось, если вы узнали что-то интересное, если просто хотите меня поддержать, ваши лайки, ваши комментарии очень сильно мотивируют, я правда ценю, и не просто так прошу, не все пишут комментарии, но это, знаете, ваш такой небольшой жест, а для меня это значит очень-очень много, я сама стараюсь читать комментарии, у меня нет никаких помощников, я сама веду инстаграм, свой канал, за мной нет большой команды, но я правда очень-очень ценю каждого своего зрителя, не просто подписчика, для меня это не просто цифра, которую я вижу, до сих пор какая-то необъятная и не осознаешь, что это такое огромное количество людей по ту сторону экрана, но я действительно ценю каждого, кто приходит ко мне, кто интересуется такой же темой и кто поддерживает меня, поэтому спасибо, что были со мной, пока-пока, до новых встреч уже совсем скоро.